Мы начинаем, открываясь, пленарное заседание. И первым докладом предлагаем выступить Алексею Михайловичу Гурбалёву в Институт страны, азиатские, УГУ им. Ланосова на тему развития японского искусства в рукопашном боях в XIV веке на материале Тариха и Киев. Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большое удовольствие и большая честь участвовать в этой конференции, которая уже приближается к своему юбилейному сроку, к десятой конференции. После слов уважаемой Марины Владимировны я все время ломал голову над тем, как же обосновать свое выступление в кулинарной части с первым докладом, посвященным рукопашному бою аж XIV века, когда речь шла все время о прикладности, актуальности. Ну, у меня есть, конечно, заготовка на эту тему. Я хочу сказать, что существует разное понимание самого понятия истории, я исхожу из того, что история — это современность, взятая в аспект ее становления. Иными словами, мы должны понять, каким образом мы пришли к сегодняшнему своему состоянию. И самое главное — понять траекторию этого движения, а значит получить некоторую возможность оценить и траекторию дальнейшего развития. Кроме того, понятие актуальности, конечно, разное в разных науках, и, как ни странно, тот сюжет, о котором я планирую говорить, он представляется тоже весьма актуально. Дело в том, что в изучении истории боевых искусств Японии очень долгое время доминировал такой чисто, знаете, мифологический подход. Историки опирались в первую очередь на предание многочисленных школ боевых искусств, так называемых Рю или Рюха, и отталкивались в обсуждении процессов развития боевых искусств Японии именно от этих источников. Ну, недалее, как сегодня, уважаемый Юрий Ильич Орлов задавал мне вопросы по одному из таких сюжетов. Речь шла о мастере джюджюцу 17 века, Акияма Щурубэй, имя которого известно практически всем, кто так или иначе интересовался историей джюдо, джюджюцу в Японии. Дело в том, что в огромном количестве источников публикации, я имею в виду разного рода, и научных, и не очень научных, утверждается, что вот был некий человек по имени Акияма, съездил в Китай, выучил три приема, приехал в Японию, начал преподавать, придумал еще то ли 300, то ли 3000, и там уже сколько отдает фантазия этих приемов, и вот от него пошло джюджюцу. И вот вроде бы как это все событие середины 17 века, и получается, что тысячелетняя история рукопашного боя, война, она вся осталась за бортом, непонятно, куда это наследие делось. В действительности в современной японской исторической науке происходит очень серьезный пересмотр подходов к изучению истории боевых искусств, и в частности современные историки в большей степени начали анализировать источники более раннего времени, предшествующего появлению школ. В большинстве своем эти источники представляют собой гунки, или воинские повести. В сущности, это литературные произведения, но очень долгое время бытовавшие в устной форме, и это произведения, которые создавались для воинов, и очень точно отражали реалии жизни 12, 13, 14 веков, просто потому что аудитория, подготовленная профессионально, конечно, хотела слышать о подвигах своих предков, но хотела слышать реалистичные рассказы, слышать фантастику о том, что происходило вчера или позавчера, им было совсем неинтересно, и они бы понимали, что это откровенная ложь. В центре моего повествования сегодняшнего такой памятник, как Тайхейки. Это крупнейшее литературное произведение 14-го столетия, оно повествует о войнах этого времени. 14-й век вошел в историю Японии как период исключительно интенсивных войн, которые охватили всю территорию страны, продолжались около 60 лет, и это был, в общем, для того времени, для Японии конфликт невиданного масштаба. В том числе он повлек за собой очень серьезные изменения в характере военного дела, военного искусства. Подробно я об этом останавливаться не буду, но скажу только то, что имеет самое непосредственное отношение к воентилю. Исследование сообщений о ранениях, а подавались такие данные уже в 14-м веке, позволяет сделать вывод о том, что с увеличением численности армий и с переносом боевых действий в условия гор, пересеченные местности, в условиях штурма крепостей, огромную роль стало играть холодное оружие и оружие ближнего боя. И если для более раннего периода мы видим, что наиболее характерной составляющей сражения был бой дистанционный с применением луков, то вот в 14-м столетии мы наблюдаем возрастание именно боя на холодном оружии. И по подсчетам вот американского историка Томаса Коннана, который исследовал 1302 описания, зафиксировал 721 ранение, около 27% ранений были нанесены холодным оружием. Вот это обстоятельство сыграло свою важную роль в том, что японское искусство военного рукопашного боя в доспехах в 14-м веке сделало большой шаг вперед в своем развитии. Ну, сначала скажу, что знакомство с Тайхэйки, это примерно 2000 страниц на японском языке, позволяет сделать вывод, что искусство рукопашного боя в доспехах, оно называлось Юрой Кумиучи. Юрой – это доспех. Кумиучи – это, собственно, рукопашная схватка, где куму схватываться, сцепляться, использовать захваты, куму наносить удары, сохраняло многие характерные черты и предшествующие кухни. Очень часто рукопашная схватка возникала между двумя конными воинами, а завершалась на земле отрезанием головы подвращенного противника. Ну, вот здесь на слайде как раз показана одна из из иллюстрации, из иллюстрированного издания Тайхэйки 15-го столетия, где мы как раз очень характерную сцену видим, верхние части этого изображения. Ну, здесь мы видим поверженного воина, над которым носил противник. По бокам от них лошади без седаков. Это как раз те лошади, с которых они упали в ходе рукопашной схватки, начав ее в положение верхом. Увеличил часть этого изображения, и здесь мы как раз можем рассмотреть некоторые детали. На левом фрагменте видим способ контроля воина поверженного. Атакующий стоит коленом на спине, прижимает голову противника к земле, одновременно захватил волосы для того, чтобы отогнуть голову назад и потом перерезать горло. Это очень характерный образец поведения рукопашного боя. На правой части изображения, на правом фрагменте уже, как можно сказать, итог этой операции, воин уезжает, увозя с собой голову отрезанного противника. Внизу, в правом нижнем углу, видите тело обезглавленное. Что характерно, в правой руке этого тела мы видим меч, то есть все-таки переход к рукопашной схватке происходил после боя на холодном оружии. Характерной чертой как раз рукопашного боя XIV века становится вот такой переход к рукопашной схватке именно в ходе боя на холодном оружии, как в седле, так и это может быть ситуация, когда бой начинается в положении стоя. Вот тоже характерное изображение двух воинов на поле боя. Внизу мы видим брошенное оружие, в силу каких-то причин, вероятно, применения приемов обезопасения, они были вынуждены отказаться от их применения. В правом углу мы видим глефу Нагината. За воином, который находится слева от нас, видим меч, причем показано, что он окровавленный меч, Вурина использует характерные захваты, тесно связанные с техникой борьбы с Уо. Оба берут захват за пояс. Это типичный ближний путь. Ну, далее хочу процитировать один небольшой фрагмент, который дает очень характерное описание рукопашной схватки. И Тидзё, увидев Нитта и Усесада, решил, что это подходящий для него противник. И уже пустил вскачь за ним своего коня, чтобы поравняться и схватиться в рукопашную. Это очень характерная деталь описания. Атака конного воина начиналась, как правило, с наезда сзади, со спины, с тем, чтобы можно было схватить его за детали доспехов, стянуть с коня, прыгать на него сверху или упасть на него сверху, и дальше вести бой. Как правило, такая ситуация возникала, когда заканчивались стрелы, когда по какой-то причине применение колонного оружия было невыходным или невозможно. Так вот, И Тидзё наконяет Нитта и Усесада для того, чтобы поравняться и вступить в Нитта и Усесада. Но между ними оказался Синодзука. Синодзука принял удар меча И Тидзё на левый наплечный щиток Содэ. Вот мы эти щитки видим хорошо на изображении, на плечах крупные щитки, которые защищали от удара в споку и использовались вместо щитов при защите от обстрела из лука. Значит, Синодзука принял удар на левый наплечный щиток, обхватил этого могучего воина и своей левой рукой отшвырнул примерно на две длины лука. То есть выполнил бросок, если, так сказать, так интерпретировать, потом я объясню, почему я так это интерпретирую. Но И Тидзё был не только очень силен, но еще и весьма ловок. И когда противник бросил его, он отнюдь не грохнулся на землю, а пролетев по воздуху, приземлился на ноги и снова, уже пеший, ринулся к ющесаду. Тогда Синодзука соскочил с коня, подпрыгнул, опрокидываясь на спину, и обеими ногами разом ударил И Тидзё. От этого И Тидзё брохнулся на землю так, словно рухнул с коня, а Синодзука, не давая ему подняться, придавил его к земле, отсек ему голову и поднял ее вверх. Вот такое типичное описание боя. Начинается бой, как мы видим, вверху. Воин Синодзука защищается, подставляя под ударную часть свой левый наплечный щиток, потом применяя бросок противника. При этом противник умудряется приземлиться на ноги при броске. Синодзука вынужден спешиваться и продолжать схватку в классическом стиле кунюча, в конце концов отрезая кунюча и Тидзё. Самой бросающейся характерной особенностью рукопашных схваток в Тайхейке как раз является неоднократное упоминание о применении схватка как в стойке, так и верхом бросков, чего не наблюдается в более ранних источниках. Хотя в ранних источниках говорится о стягивании противника в стане, сбрасывании из станя, но не бросков. Ну вот здесь я, так сказать, тоже помещаю изображение, даю ему увеличено фрагмент. Вы видите такую оригинальную ситуацию. Один воин контролирует противника коленом, готовится отрезать ему голову. В это время сзади на него напрыгивает, видимо, товарищ проверженного. Захватывает правой рукой за наплечный щиток атакующего. При этом атакующий умудряется просунуть левую руку и захватить щиток наплечный атакующего противника, очевидно, для проведения броска, ну, броска через спину. Вот можно более подробно рассмотреть детали на этом фрагменте. Здесь нужно обратить внимание, что броски здесь определяются термином «нагеучи», где «наге» это фрагмент глагола «нагеру», «бросать», а «учи» происходит от глагола «утцу», дословно «убивать». То есть «нагеучи» можно перевести как «убийство бросков». Характерной особенностью этих приемов является подъем противника на большую высоту с последующим мощным броском на землю, полностью выводящим противника из строя. Или же бросок может быть выполнен в других противниках, фактически используется тело как метательный снаряд. Что интересно, именно такие броски с большой амплитудой, с большой высоты, с мощным ударом об пол в начале 20 века оценивались в дзюдо как правильные эффективные броски оценки и пол. В дальнейшем критерии оценки проведения бросков будут существенно скорректированы, но очевидно, что к концу 19-го, начала 20-го веков все-таки сохранялось представление о ценности броска как средство рукопашного боя, при котором следовало нанести мощный удар противнику ударом по землю. Появление таких бросков в арсенале воинов и необходимости их тренировки очевидно должны были стимулировать разработку и совершенствование приемов самостраховки при падениях, которые составляют важнейшую часть подготовки в дзюдзюцу и дзюдо. И вот здесь как раз очень важен этот фрагмент, который я цитировал, который нам демонстрирует применение приема самостраховки при броске, когда битзюдзюм, бросаемый с коня с большой высоты приземляется на ноги. Обращу ваше внимание, что в дзюдзюцу, в предшественнике историческом дзюдо, в начале XVII века наиболее характерным приемом самостраховки был как раз такой прием, при котором борец приземлялся на ноги и на руки, выполняя сальто или фляп, потому что падение на спину, на земляном покрытии или тем более на каменном покрытии или в условиях естественного рельефа было чревато получением тяжелой травмы. Яркое применение броска противника из стойки входного оппонента мы находим тоже в Тайфеке, процитирую фрагмент, к которому как раз художник японский XV века сделал вот такой рисунок. Тут Макабе и Иго попытались отступить, поскакав по тропинке, что шла через заливное рисовое поле. Вот оно, кстати, внизу изображено, это как раз изображение рисового поля. Но Хосокава с Агами руками погнался за ними. Однако мелкий служка по имени Цуияма, опустившийся в канаву, проложенную вдоль дорожки, уколол в ногу коня с Агами. Был тот славный, с каком весьма резвый на ноги, но теперь, получив ранение, застыл на месте, как вкопанный. Тогда Сагами решил подойти к противнику поближе и отнять у него меч. Отнять меч, то есть он, отнять меч, то есть он, отнять меч, то есть будет он в приеме беззанужное, и отнять коня. Он сделал вид, что ранен, слез с коня и встал у правого его бока, подняв меч кончиком вверх. Увидев это, к нему подскакал Макабе. Он хотел одним ударом меча, а вы видите, меч в правой руке как раз, бросаем его, показан, да, уложить Сагами. Но тот, подбежав к нему, стащил Макабе с коня, свернул ему шею, здесь использовано слово «нечи кубин», где «нечиру» скручивать, кубин, полова шея, и решив швырнуть его в другого врата вместо Цубуте, метательного снаряда, встал, подняв противник над собой. Тем временем Иго, зарубив двух атаковавших его противников, обтер опознавательным значком кровь, обильно залившую ему доспех, и одлинулся по сторонам и видит, что какой-то враг как раз поднял Макабе на руках вверх, и собирается сесть на его коня. Вот это силище. Явно это и есть сам господин Сагами, подумал Иго и решил, уложу-ка я его. Он стримклат бросился напрямки к Сагаме через суходольное поле с намерением намертво спотиться с ним и убить. Сагами над Макабе, увидев это, ухватил по требче Макабе правый ухо и швырнул его в Иго. Вот как раз этот момент у нас на рисунке. Сбил его с коня, навалился сверху на щиток Соде на левом его плече и собрался уже снять его голову. Но его наружный пояс подрастянулся и перекрутился назад, так что запоясанный нож его уехал вместе с поясом на спину. Пока искал Сагами свой нож, в сообразительный Иго, который заранее достал нож, приподнял к Садзури, то есть подол доспеха Сагами и снизу трижды ударил противника ножом. И когда Сагами ослабил от ран, Иго сбросил его с себя, перевернул на живот, прижал сверху и снял с него голову. Ну и здесь масса интереснейших деталей. Видим, что Хосокава Сагами в первой схватке, имея меч и запоясанный нож, не пытается отрезать противнику голову, а сворачивает ему шею, то есть фактически применяет полевой прием на шейный отдел позвоночника. Затем использует тело противника как снаряд, который сбивает другого оппонента с коня. Конечно, когда мы читаем эти описания, в которых противника бросают одной рукой, вот еще одна картинка, еще одно, если описание я его читать не буду, в целях экономии времени, у нас возникает ощущение, что явно речь идет об эпическом преувеличении. В конце концов, доспех того времени вместе со шлемом весил около 30 килограмм, плюс еще масса тела воина, масса тела хозяина, ему снаряжение, то есть бросать приходилось порядка 100 килограмм. но все же таки мы видим в одном источнике многократное описание одного и того же паттерна действия, когда выполняется бросок. Другое дело, что автор литературного произведения не знал, как его изобразить, как его описать. Вы видите, что все описания, они как бы даются линейно, они протяженные во времени, хотя в действительности очевидно, все то, что мы тут читаем, происходило в доле секунды. И об этом красноречиво говорят те рисунки, которые в том числе мы сегодня рассматривали, когда видно, что ситуация менялась буквально за доле секунды. Да, при том, что здесь, конечно, наличествуют различные случаи эпического привлечения, все-таки, я думаю, дело в том, что броски начали применяться. А вот как их описать, так, чтобы это было литературно и понятно читателю, авторы еще не знали. Надо сказать, что в произведениях, посвященных этому же времени, рассказывающих по традициям сумо, эту проблему авторы решали так. Они давали прямо название. И распространение борьбы уже было настолько широким, очевидно, что можно было не пояснять название. Более-менее читателю было понятно, о чем идет речь. Здесь же терминологии еще выработано не было. Итак, мы можем сказать, что воинах 14 века по сравнению с предыдущим периодом японское искусство военного лукопашного боя в доспехах, сохраняя многие характерные черты предшествующие пункты, сделала существенные шаги в развитии. Получила развитие техника боя в положении стоя, опиравшаяся на владение приемами борьбы сумо. Надо сказать, что сумо того времени, конечно, очень сильно отличалась от современного. И здесь я как раз привожу очень характерную картинку, которая иллюстрирует сцену из турнира конца XII века. Два самурая, так сказать, здесь сошлись в непримиримом поединке. И борец, обратите внимание, как раз выполняет бросок через спину, фактически захватом одной руки. С целью выведения противника из строя стали широко применяться броски, как при бою в стойке, так и при бою вверху в сетке. Появились новые приемы. В частности, мы впервые встретили описание приема сворачивания шеи и удара двумя ногами в прыжке собственным падением на спину для сбивания противника на землю. Есть основания предполагать зарождение техники самостраховки при падении. Очень важным показателем того, что искусство героя Кумиучи достигло в XIV столетии качественно нового уровня в своем развитии, явилось появление первых школ, которые именно канонизировали технику героя Кумиучи. Такой первой школой явилась школа Ненрию. Это была школа комплексного боевого искусства, но в том числе она предполагала обучение Евроя Кумиучи. Таким образом, мы видим, как происходило обобщение технического арсенала искусственно-копашной борьбы за доспехи. Формировался тот арсенал, который в дальнейшем явился базой для развития японского искусства самозащиты и борьбы джюджюцу, а джюджюцу в свою очередь явилась источником для джюдо, айкидо и целого ряда других дисциплин японских боевых искусств. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Аплодисменты будут у участников конференции? Спасибо огромное. Настолько интересен у вас. Приходишь и обогащаешься чем-то новым на этих конференциях, и действительно аж захотелось заниматься чем-то. Спрашиваю у профессора, есть какие у вас возможности потренироваться? Он говорит, что здесь приходит. Спасибо, спасибо большое. Интересно. Отрезание головы главное. Это все-таки закон неодобрение. Спасибо. Спасибо.